Здравствуйте. Здравствуйте. Разговор сегодня пойдёт о суперзуме HS50EXR. Это уже не новая камера. Ей около года, но бурление мнений вокруг неё не ослабевает. Я хотел сделать обзор этой камеры на момент её выхода. Тем более, что мне было с чем сравнивать. У меня имеется и другая камера этой линейки трёхлетнего возраста HS20EXR. Анонс которой состоялся 5 января 2011 года. Но я с одной стороны обнаружил заметные отличия между этими аппаратами. Разница здесь не как у аппаратов в одной линейке, а как будто до HS50EXR был один класс камер. А с этой камеры начинается другой класс. Поэтому я сначала решил подождать с выводами, а потом и сама тема стала казаться мне не такой уж актуальной. Но вот сейчас вдруг пошёл поток вопросов по этой камере. Её хвалят и ругают с одинаковой интенсивностью. Что же не так с этой камерой? С Fujifilm HS50EXR. Скажу сразу. Камера хорошая. И сегодня я покажу достаточно много фото с неё. И хотелось бы напомнить, что я не имею к фирме Fujifilm никакого отношения. Я не продаю эти камеры, мне не платят за рекламу и я не участвую в их разработке. Поэтому мои оценки может быть и субъективной, но зато не зависит от производителей и продавцов. Моё дело показать, как камера работает в реальных условиях и рассказать максимум полезной информации. Так что в основном пишут? Первое. Шумы всегда, шумы везде. Плохое качество изображения. Сложное управление. Мнения второго типа не менее упорно отстаиваемые. На спортивной репортажке и съёмке природы равных этой камере нет и быть не может. Ни больше, ни меньше. Вот, например, фрагмент уже давнего видео, где довольно серьёзный дядька использует HS20EXR. То есть вот эту камеру. Да ещё и с двухкратной оптической насадкой. И при этом нисколько не смущаясь, что используют для охоты на птиц суперзум. И здорово получается. Давайте я эту камеру буду называть 50 фуджик. А то пока выговоришь HS50EXR язык сломаешь. Так чем же так хорош 50 фуджик? Ну во первых он не просто похож на фотоаппарат. А действительно является фотоаппаратом. Никакого моторного привода зума. Всё мануальное, как на зеркалках. У него не просто зеркальный форм-фактор. У него прекрасное управление, превосходящее бюджетные зеркалки. И самая большая матрица в классе среди длинных суперзумов. За размер матрицы пришлось заплатить. Длина зуммирования меньше, чем у младших моделей фуджифильма. 42 кратная. Против обычных сейчас 50 крат. Что лично мне уже не представляется важным. И сам аппарат имеет более крупные размеры. Давайте сравним его с его предшественником. не таким уж и далёким. Или поставим их вот таким вот образом. Такое ощущение, что это действительно две разные камеры. У камеры отличная оптика. 17 элементов в 15 группах. 4 низкодисперсных элемента. 2 асферических. Матрицы на этой линейке суперзумов стоят типа размера 1,2. А не 1,2. Как у младших моделей или у всех конкурентов. Разница примерно в мм по высоте и мм по ширине. Но это выливается при таком размере в разницу по площади в 1,3. Давайте посмотрим на схему. На 50 фуджи учтены все промахи многочисленных предыдущих моделей настолько, что я даже не знаю, что тут ещё можно добавить, чтобы камера после этого осталась в своём классе и стоимости. Органов управления ровно столько, сколько нужно. Меню организовано очень удобно. Камера снабжена более быстрым процессором, чем её предшественники и оснащена богатыми программными возможностями. Стабилизация, в отличии от предыдущих версий, оптическая и работает очень хорошо. Кольцо фокусировки расположено удобной формы. Дисплей стал поворотным во всех плоскостях, что мне очень импонирует. Камера крупнее и тяжелее всех предшественников. Примерно один килограмм сто грамм. Имеет ёмкий аккумулятор. Собственно, ну вот здесь, кстати говоря, стоит замена ватсом. Емкость аккумулятора такова, что мне не удалось его посадить с помощью фото ни разу. Видимо без вспышки он способен обеспечить съемку 600-700 кадров. Камера обладает уникальной 18-мегапиксельной матрицей EXR от Fujifilm со слепающимися пикселами по технологии EXR. В этом режиме матрица имеет или вдвое меньше шумов или при другом режиме EXR расширенный динамический диапазон и уточненную цветопередачу. Также эта камера лишена антимуарового фильтра. Это очень важный момент. Имеет встроенные детекторы фазового автофокуса. Аппарат почти год держал лидерство по скорости автофокуса. Скажу по секрету на коротком конце. Есть и странности. При переходе на EXR режим, где как раз таки вроде бы можно и развернуться, камера переключается на полный автомат. Зачем это сделано? Непонятно. Камера записывает файлы RAW, но при таком размере матрицы от них немного толку. Информации в этих файлах чуть больше, чем в файлах JPEG. А вот обработка этих файлов сложнее, чем файлов в зеркалке, так как требует гораздо большей точности. Поэтому лучше сразу сказать себе, что RAW это на всякий случай. А снимать нужно с правильной экспозицией сразу. Однако давайте посмотрим фото. Итак у меня в руках сразу две камеры. Позапрошлогодняя HS20EXR и обозреваемая сейчас HS50EXR. Давайте сначала для понимания вопроса посмотрим фото сделанные HS20EXR. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Новосибирский субтитры сделал DimaTorzok. Как видите и эта камера для своего времени не была неплохо но у линейки hs всегда была особенность изображение было будто подернута дымкой из неокрашенных пиксел что было причиной такого построения изображения знает наверное только маки вакита главный инженер fujifilm и его коллеги нам остается только догадываться но с другой стороны когда я распечатал кадр с вот этой камеры на формата 4 получилось вот что давайте я покажу как на мой взгляд так отличное насыщенное изображение без признаков сероватых точек и тогда решил не разглядывать по пиксель нам изображение с этих камер осмотреть на общий результат и настроение улучшил особенно когда я вспомнил что для интернет это нужно сжимать картинку еще сильнее хотя кадры по сегодняшним меркам с этой камеры hs 20 xr технически могли бы быть и получше однако уже тогда оптика этой камеры заметно опережала большинство конкурентов и инженеры fujifilm с тех пор не сидели сложа руки давайте посмотрим фото с камеры hs 50 xr для демонстрации цветопередачи четкости кадров и общего качества материала я опять зашел магазин на мой взгляд самое подходящее место для тестирования фотокамер там есть все что необходимо и куча цветных скляночек и плоскости с тонкими оттенками цвета и девушки с тщательным макияжем и притемненные участки интерьера в общем целый полигон для тестов и так фото из парфюмерного магазина использовалась на камерная вспышка направленная потолок и иногда добавочная стоящая справа сзади кадры не обрабатывались цветопередача исходная обратите внимание на этих кадрах почти везде есть белая стена не часто мне приходилось видеть чтобы автобаланс белого так точно срабатывал даже и на камерах намного более высокого уровня везде белый цвет на автобалансе именно белый что весьма неплохо не забываем что это не зеркалка с фулл фреймом это суперзум с матрицей меньше чем у современных компактов поэтому четкость картинки тоже заслуживает внимание но что эта камера покажет на улице ну как раз таки на улице эта камера чувствовать себя лучше всего днем все просто отлично а вот в темноте с рук даже и в решиме и xr все не так безоблачно камера склонна задирать iso и применять шумодав но при желании можно наловчиться снимать и в сумерках если же вы прихватили штатив так и вообще нет проблем можно использовать многократную экспозицию для подавления шумов можно снять в режиме xr можно на ручных настройках камера на длинных выдержках ведет себя довольно уверенно кадры при случайном освещении тоже получается приемлемо режим xr итак резюмирую по части фото первое болезнь сероватой пеленой свойственная всей линейки почти полностью побеждена второе не стоит снимать на iso более 400 без вспышки или режима xr третье режим xr не панацея она отыгрывает максимум два стопа по чувствительности поэтому в сумерках стабилизируйте камеру всеми доступными средствами и или снимайте в режиме многократной экспозиции по части видео при съемке видео днем на улице можно обойтись ручными настройками выставив приоритет выдержки и выдержку вдвое более короткую чем частота кадров например если стоит 30 кадров в секунду выдержка должна быть 1 60 секунды то есть как обычно чувствительность отыгрывайте диафрагмы и iso если запутались ставьте автомат если освещение не дневное или видеосъемка в помещении переходите в режим xr избавитесь от шумов сразу же только помните что камера пишет видео кусками по 15 минут формат мол вообще эта камера записав один файл сразу без перерыва начинает писать 2 но в помещении в режиме xr на 25 минуте начинается перегрев для того чтобы его избежать отведите монитор от камеры он греется даже сам по себе когда работает если камера стоит на штативе отключите стабилизацию а при возможности автофокус если вы это сделаете перегревом может и не наступить вообще на улице при температуре воздуха до 22 градусов перегрева не наступает собственные микрофоны камеры на удивление чувствительные и качественные для аппарата этого класса но есть возможность использовать и внешний микрофон здесь есть специальное гнездо но помните здесь разъем микро джек поэтому запаситесь переходником с обычного мини на микро ну например вот таким этот мне спаяли в ближайшем магазине радио деталей но есть и фирменные переходники и самое главное при записи видео помните что камера при съемке на длинном конце не видит из-за тряски за что можно зацепиться автофокусом лучше всего выдвигайте зум фокусируйтесь а потом включайте запись наверное это все что я могу сказать об этой камере которую многие считают королем в своем классе несмотря на многочисленные отрицательные отзывы надеюсь я смог прояснить особо непонятные вопросы по этой камере до свидания до свидания до свидания до свидания